Долгожданный пешеходный тротуар на переулке Ядринцево наконец-то делают. Местные жители рады, дорожки уже прокладывают, но все-таки в этот раз без проблем не обошлось. Она как бы неровная, все равно это под уклоном, это будет скользить. Это опять во двор мне будут стучать, звонить, люди падать будут и говорить, помогите, спасите. Добавок, я на машине просто сюда не заеду. Вот так вроде бы кажется ровно, а вы же просто наклоните и посмотрите вот этот вот сбор, вот так вот. Эта вода будет затекать. Оксана и сама с нетерпением ждала ремонта тротуара. Надеялась, что наконец-то вода не будет течь на ее участок. Но после ремонта проблем даже прибавилось. Неровности остались, а проложенные бордюры оказались слишком высокими. Из-за них заехать на машине во двор невозможно. Ворота и вовсе стали открываться не до конца. Неравнодушные строители, конечно, помогли женщине переварить дверь в другую сторону, но что-то пошло не по плану. У меня теперь вот на такой высине. Ну ладно, пусть будет. Будем перепрыгивать. Сами посмотрите, вот. Это как вообще? Ну это же смешно. Из-за резкого уклона дороги на подтопление участка жалуется соседка Наталья, дом которой находится в самом низу улицы. В дорожную ходила администрацию. Вот они мне там сделали слив хотя бы, трубу поставили. А то же все с горы идет. Оттуда, оттуда, со всех соседей. Все равно натопляет. Все равно, потому что дом-то стоит в низине. Мы сделали запрос в комитет по дорожному хозяйству города, чтобы они помогли разобраться в ситуации. Нам пояснили, что просьбы жителей из-за сложного рельефа старались учитывать, но готовы встретиться еще раз. На 26 октября запланирована встреча представителей комитета и автодорстроя Барнаула с жителями дома номер 101А по переулку Ядринцево. По результатам выезда будут определены мероприятия по устранению выявленных недостатков и проведены необходимые работы. Мы продолжим следить за развитием событий, но не можем не отметить, что все-таки большая часть жителей переулка ремонтом все-таки довольна. Вообще работа, я вообще очень довольна. Большое спасибо им. Они когда начали работать, приехали, в первый же день мы сразу сказали, нам пожалуйста вот так, у нас въезда не было. Вот они нам въезд сделали, все. И мы благодарны, спасибо большое. Очень благодарна за дорогу, так как мои дети ходят в школу и в садик. В кадр не попадай. Это самая ширина такая. А то мы ходили, вот такое было узко было. Вообще невозможно. Ноги ломали. И сейчас вообще не надышусь на эту дорогу. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком.